Модернизм Модернизм возник из этой веры в прогресс Вера в прогресс, слушайте за катакон, подрывает веру в Бога Слышали все? Вера в прогресс подрывает веру в Бога Потому что прогресс это дело рук человеческих Если я верю в свои силы, то я так и остаюсь со своими силами У нас представили бы Вот И вы знаете что? Модернизм возник еще Почему? Что вот это устремление За счастьем За счастьем, за богатством, за успехом Так, видите, это важные узелки Что надо выразумевать Заставлял людей все время переезжать с места на место Поиск работы Более денежной работы Более Перспективной работы Отрывал людей от церквей Значит, вы понимаете, когда люди переезжают Ищут работу Новые места Это отрывает их от церквей Они оказываются людьми без корней Так, только что мы с вами говорили Как американцы легко переезжают с места на место Как трудно мы переезжаем Теперь я посмотрела на дело с другой стороны Наше преимущество У нас корни Люди, которые срываются с места Ищут работы Потом не возвращаются Они оказываются людьми без корней Они выдержнуты из почвы Имейте это в виду Без корней И вот этот вот модернизм Он как раз и возник Среди людей без корней Кроме того, церкви Не поспевали заменяющимся обществом И научные исследования Библии Археологические, филологические Происторические исследования Для людей было Потрясением это Что Библию можно изучать Как любую книгу Вы знаете, это просто подрывало веру И зря Есть у нас Книга одна замечательная Вот об этой истории Библии Как ее изучали Она выдержала все испытания Все проверки Все скептицизмы Все недоверия Все цинизмы Она выстояла и все Понимаете, как победная книга Особенная книга Ну так вот Модернизм Поразил протестантизм Больше, чем католичество Потому что там У католиков было запрещено Археология, филология История и так далее Первый Ватиканский собор 1870 года Подтвердил авторитет Папы Церковной традиции Значит, модернизм связан Еще с одним моментом Что Евангелизм Повел К социальным действиям Мы говорили, что Весли Заложил основы Социальной заботы О людях В церквах И вот эта вот сейчас Социальная забота Она стала очень развиваться Ну и Так, про войны Минучка Попозже Про войны Отдельно надо будет Проверить Значит, какие еще Возникли Здесь Движения Международный Миссионерский союз В 1921 году О природе Вера и порядок Лозанна 1927 год О природе Церкви Очень трудное Соединение Так как Именно в этом вопросе Корни расхождения Природа Церкви Православные Об этом думают Католики Об этом думают Пратистанты Об этом Природа Церкви Значит Начиная с 1975 года Все попытки Экуменического Соединения Отставлены в сторону Потому что Натолкнулись На сильнейшее Сопротивление Мы не можем Соединяться С православием С католиками Мы можем Только соединяться С другими Деноминациями Своими Протестантскими Так Ну Это Вот Какой вопрос Я хочу Модернизм Фундаментализм Значит В 1860 году Появилась книга Шелдона Называлась Она По его следам Как 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 Жить В церкви Поставлены Поставлены 1860 Ответ Дал Вот этот Вот человек Я нашла Его фотографию Раушенбуш Он Написал Книгу Христианизация Социального Порядка И он Апостол Социального Евангелия О Коллективе О Коллективной Ответственности И о Социальном Евангелии Изучая Евангелие Он Понял Что Нужно Искать Ответ На Нужды Человека И Общества Не Просто Нужды Человека Отдельно Взятого Нужды Общества Христианизировать Надо И Человека И Общества Иначе Человек В личной Жизни Трудится Для Христа А В общественной Для Дьявола Ну Раз В общественном Порядке Никак Не Проникает В этот Общественный Порядок В массы Коллективы Трудовые Не Проникает Христианство Вы Знаете Что Социальное Евангелие Очень Близко Нас Касается Потому Что Под Огромным Влиянием Социального Евангелия Был Наш Иван Степанович Проханов Потому Что Он Хотел Поднять Всю Россию И Он Очень Много Думал Об Обществе Российском Народе Российском И Отдавая То есть Вот это Социальное Евангелие Оно Очень Сильно Его Оказало Большое Влияние Вы Знаете Что Начато Говорит Раушенбуш Что Евангелие Проникает Не Только В сердце Но В центре Общество И В центре И Надо Заботиться О Нуждах Ближнего Так Или Не Так Это Модернизм Его Беда Беда Модернизма Они Покинули Библейское Христианство И Личное Благочестие А Фундаментализм Который Им Противостоит Не Охватывает Социальное Евангелие Предпошла Поляризация Между ними Фундаменталисты Или Консервативные Христиане Они Рассматривают Без Социального Евангелия Они Не Считают Необходимым Отвечать На нужды Общества Они Считают Главным Спасать Людей Предуставленных Ко Спасению Модернисты Они Огромное Внимание Уделяют Именно Заботе О Ближних Об Организации Облегчения Чтобы не было Бедных Облегчения Труда Социальные Программы И От Это Все Называется Социальное Евангелие Забота Об Обществе И Вопрошание О том Как Господь Достигает Общество Мы Стоять Эту Тем Уже Рассуждали И По-моему Пришли К выводу Что Господь Берет Отдельного Человека Пообещает Его Среду Общества И Тех Воздействует На Него На Тех Которые С которыми Господь Говорил Вы Понимаете Это Очень Такая Сложная Тема Потому Что Общество С готовностью И На Бомжей На Кто СПИДом Болен На Смертников Которые Умирают В больницах Мы С радостью Ходили В больницы И В детские Дома Где дети Без рук Без ног Обрубочки И Психические Дети Мы там Везде Работали И Везде Молились За них И Библии Там Читали Но Цель Задачи Наша Была Чтобы Деткам Рассказать Для души И Где бы Мы Ни Были В тюрьмах Или где Мы Заботимся Рассказать О Христе Понимаете ли То есть Это Такая Установка Потому Что Нас Охотно Возьмут И Мыть И убирать И Ну понимаете Участвовать Во всем В этом работе Вообще Спихнуть На нас Все Все Свои Работы Это Я тоже Ходила В больницу Один год Ходила Вот Надо Заботиться О нуждах Ближнего Это Модернизм Они Покинули Библейское Христианство Личное Благочестие А Фундаменталисты Больше Беспокоятся О личном Благочестии И Библейских Путях А не О социальных Проблемах И Значит Дефекты Фундаментализма Нету Заботы О социальном Положении Человека Модернисты Нету Вичного Благочестия И углубленного Изучения Писания Вы поняли Да? И потом Значит Пошло Размежевание По целому Ряду Вопросов Модернисты Социальное Евангелие Фундаменталисты Личное Благочестие Что Чего ждут Модернисты Ожидают Царствие На земле Что ждут Фундаменталисты Ожидают Взятие Церкви Мы с вами Кто? Фундаменталисты Фундаменталисты Огромное Уважение К образованию Фундаменталисты Недоверие К академическому Образованию Это мы замечаем В наших церквах Да? Политический Либерализм У Модернистов И Консерватизм У Фундаменталистов Так Ориентация На общество У Модернистов И ориентация На Индивидуала На личность У Модернистов Спасает Предусаженный К спасению А там спасение Общества Воздействие На все общество Я хочу сказать Что Поскольку вы изучали Уже русскую историю Пашков Ориентировался На Евангелизацию Всей России Он поэтому Издательство Создал Поэтому книги Русылал Везде Поэтому он Съезд первый Сделал Объединительный Проханов Ориентировался На всю Россию Софья Ливан Написала Книжечку О Петербургском Пробуждении Она написала Пробуждение В России А не В Петербурге Понимаете Как Они мыслили Категориями И всей страны Ориентировались Вот так Вот Это все Все эти пути Божьи Очень интересны И в истории Мы видим Бог работает С отдельным Человеком С отдельным Дутером А потом Получается Целый ряд стран Охватен Реформации Вы понимаете Как То есть Эти все споры Фундаменталисты Модернисты Общество Или человек Это пустые споры Потому что Бог Всемогущий Вездесущий Всесильный Ну вот Мы только что Реформацию Прошли Он занимался С этим Одним Монахом Но тем временем Он готовил Нации К самоопределению Политические вопросы Экономические вопросы Все под контролем Божьим Были Которые Приводили Мы с вами Рассмотрели Все эти Моменты Что привело К реформации Так ведь Желание Нации Отделиться От католичества Расположение Князей Они подготовлены К тому Чтобы Выйти Интересно Понимаете Как То есть Идет Духовная Работа С Карлштадтом Лютером Меланхтоном Понимаете Как А получается Вот как То Все эти Все Все Общие Затронуты Все Интересуются Все Расхват Читают Листовки Напечатанные На этом Останок Печатный Появился Вы вспомните Все эти Предпосылки Открытие Новых земель И попробуйте Потом Перенести Все это К нам Проанализировать Нашу жизнь И что Бог Делает В нашей жизни Это очень Интересно Размышление Да он Спасает Людей Отдельных Мы можем Это знаем Мы можем Об этом Поразмыслить Но ведь Он Всю нашу страну Вот так Вот Месяц Переосмысление Нашего прошлого Там Старинского Коммунистического Это в планах Божьих Это способствует Евангелизации Понимаете Как Это вопросы Политические Экономические И они все Работают На планы Божьи По его Изволению Для его Цели Поэтому Бог Работает С народами С массами Понимаете Как Но это То Это То Где мы Говорим Не мне Господи Тебе Одному Слава Это все Ты делаешь Я Вот этим Так Народом Этим Воином Я не могу И распоряжаться Как Оно Складывается Но Вот Парханов Понимал Одно Он должен Сделать Все Чтобы Все Люди В нашей Хране Услышали Евангелие И он Искал И те места Где Ничего О них Не знают И он Посылал Туда Своих Людей Я вам Говорил Как Он Наборы Делал На Мебельские Курсы И Калмыков И Ватяков И Кого Только Визгин Осетин Чтобы Потом Подготовить И Посылает Туда Значит Вы Поняли Смысл Модернизм И Фундаментализм Они Противоположные Да Но Каждый Из них Говорит Здравые Вещи Да Народы Спасаются Континенты Спасаются Да Бог Работает С отдельным Человеком С одним И Не Каются Люди Сотнями Даже Когда Сотнями Каются Фактически С каждым У каждого Своя Отдельная История Вы Поняли Мысли Которые Ну Учили Максисты Что Во всем Экономика Но Экономика Тоже Рычаг В руках Бога О Какие Мы Вещи С вами Ну И Про Войну Вот Они Вот Они У меня Целый Материал Выписан На меня Это Соотношение Социальной Деятельности И Евангелия Какие Я просто Вам Так Зачитаю Какие Есть Вгляды Социальная Деятельность Измена Евангелизма Ну сколько тут работы мысли евангелизм это политика потому что социально справедливость равнозначно спасению тогда не так далее иначе этот цитат и вначале мы ставили на первое место христа вера в него была самой важной потребностью обращение к христу было самым главным и значимым наше внимание было направлено только на то же приводить людей к христу но чем больше вы включаясь в общественную деятельность тем чаще отдавали ли приоритет последовали два серьезных результата первое мы стали отстаивать точку зрения что социальное преобразование должны предшествовать вступлению на путь следует за христом и второй результат социальные изменения должны основываться не на вере во христа а на другом фундаменте а я скажу вам третью точку зрения проханова который сказал невозможны социальные изменения без изменения сердца человека нам не безразлично современная церковь и у нас есть что и предложить весь ресурс на сайте тв семинаре точка ком девятнадцатый век все в америке масса родилось всевозможных организаций во первых миссионерство вы должны знать имя штенли который написал книгу черный континент очень книга способствовала евангелизации в африке книга написанное путешествие капитана кука она способствовала евангелизации ливингстона мы называли в африке джатсон бирма у нас это перевод переводы делал описание джатсон расширение миссионерского труда великий век миссионерства вот борьба против рабства видим книг ведь 10 векре возникла армия спасения по моему вас есть у вас в этом списке восьмидесятый год нет это понимаете какая вещь я взяла какую-то страничку и не взяла ее продолжение восьмидесятый год 1880 армия спасения вильям бут который вышел тоже из методизма смысл армии спасения у нас была армия спасения тоже в петербурге в девятнадцатом году и я побывала в доме участников этой армии спасения и она при мне открыла пожилая женщина уже лет 80 открыла сундук и там лежат журналы армии спасения я только обложку посмотрела на обложке нарисованы как поезд идет и на рельсах человек лежит и поезд на него наедет а вокруг стоят философы которые говорят надо чтобы он помыслил проник там что-то такое философское стоят вот социальные евангелие что надо ему подложить бедненькому подушечку на рельсы то лежать жестко и холодно в общем и все предлагают свои а бежит офицер армии спасения кричит надо стащить его с эти крыльцев то есть это то есть это люди практического труда они у нас появились в ленинграде вот когда перестройка началась когда рухнули все цены когда я проснулась утром и поняла что все мои зарплаты хватит на буханку хлеба только больше ни на что и вот стали появились у нас с этими котлами огромными суповыми котлами армия спасения они у нас складывали эти котлы ты были наши друзья а потом шли раздавали варили супы раздавали голодным это армия спасения ты сделай это доброе и и о христе скажи или пригласи на собрание понимаете как там не были специальные это не было динаминации туда входили люди заразить динаминации которые занимались конкретным трудом по спасению вот реально спасение армия спасения вот будд он принадлежал раньше к методизму и он вышел из методизма потому что он увидел что его церковь изменила вислеев скому пониманию уже висле висле организовывал социальным трудом значит занимался своих общинах вот ну затем именно в этом девятнадцатом веке появился всемирный христианский студенческий союз руководителя был джон мод этот союз студенческий начал везде действовать дошел и до нас ищите нас поисковых системах по запросу телесеминария